Попался он все-таки, этот ведьмак. Много здесь ведьмаков таких со скверной репутацией. Неудивительно, что Геральта также относятся. Просто многие пользовались своим даром не по назначению, их грабили и наживались, используя ведьмачьи способности. Поэтому, как видят эти глаза кошачьи или какие. Но у всех выглядят глаза одинаково, школы так разные. Им сущность разную прививают от животных, я так понимаю. Мутаген. Это мутация. Трансмутация хотела сказать. В общем, когда люди занимаются духовными практиками, не только мутация, это просто самораспространенное слово, которое знают люди. Да, проводят разные роды ритуалы в молитвах, соблюдают посты, эскезы временные для определенных целей. Они нужны только потому, что у нас есть тело, но о нем тоже нужно заботиться. Поэтому говорил Будда после того, как сидел так долго под деревом в позе лотоса, что оброс. Не ел, не пил. Ну, у него вода стекала якобы от дождя. Оброс бородой. Похудел. Вот. Потом ему пришло просветление, что это неправильно. Не должно быть ни одной крайности, должен быть баланс. Так вот, когда человек изнутри начинает меняться, это не обязательно связано с питанием и образом жизни, но в действительности я не могу сказать, что намного дольше человек может жить, если не будет пить алкоголь. Но если он будет сприваться, то он будет быстрее стареть, особенно женщина или мужчина. И качество кожи, волос, ногтей, все, короче, и органы, все, конечно, гуманитет снижается, да. Вот. Лучше, чтобы это было редко, но ветка. Редко можно, да. Лучше это, чтобы было вино из серебряного сосуда, да, идеально. Такое настоящее. Чем дольше выдержка, тем лучше. Один бокал, даже если в день из такого сосуда, то лучше, чем бухать пиво каждый день для мужчин. Ну и девушки тоже многие любят пиво. Я просто не пью. И я к чему-то говорю. Ну вот организм начинает меняться, изнутри человек чувствует, он более чувствительный становится, либо наоборот, он в таком равновешенном состоянии наблюдает за всем. Эмоции не то, что он под контролем держит, а он просто смотрит, даже если то, что раньше ему приносило боль, он просто это спокойно как бы не переваривает, не блокирует боль, не контролирует ее. Он просто спокойно за этим процессом наблюдается, как будто со стороны, и легче справляется с этими переживаниями. Многие люди такие, действительно, моложе выглядят в цех лет. Это связано и с психическими способностями. Это более редкое явление, как бы люди это ни называли. В лучшем случае люди начнут лучше понимать себя, чувствовать природу, связь со всем сущим. И с другими людьми, и некоторые даже интуитивно практически насквозь будут видеть чуть ли не мысли других людей. Это никакая не мистика, это просто нужно понимать себя. Это можно назвать трансмутацией. А когда прививают сущность, есть инферны, это демоны. Демонов практически в фильмах нет, чтобы вы понимали. Все, кого называют демонами, это бесы. Есть высшие бесы, вот тех, кого бьют на рейдах в каких-нибудь MMORPG или вообще просто в играх, да, когда кооперируются и бьют огромных вот этих боссов. Это не высшие демоны, это высшие бесы, чтобы вы понимали. Ну вот, а по поводу сущности, они разные бывают, с разными стихиями. Вот я думаю, что им их и подселяют. Вот эти вот мутагены. Это же все алхимия. Они этот процесс сопровождают и травами, и глифами, и в особые дни, хотел сказать, лунные циклы, но это тоже. Определенные сутки, определенное состояние человека, чистота ума. Перед этим нужно обязательно попаститься, помедитировать. Войти в альфа вот это состояние, да, потом подготовить вот эти эликсиры. Вот эти мутагены не животных собирают, не просто в чистом виде, и они, у них есть рецепты, господи. Потом тоже в определенном состоянии, когда человек на грани жизни и смерти называется. Это не обязательно физическая смерть. Я об этом много раз рассказывала. Есть понятие смерть, и это называют трансформацией. Сейчас заезженное слово. Это еще есть аркан смерти в картах Таро, например. Это означает, когда человек стирается границы, либо меняются взгляды на жизнь, когда у него какие-то переломные моменты, человек находит в состоянии смерти. Иногда физическая, иногда как будто он внутри умирает. И в этот момент, вот как раз для чего их подвергают инициации испытания. Для того, чтобы стереть эти границы. В этот момент как раз и можно прививать какую-то сущность. Это может быть из эмоциональных потрясений, когда человек пережил утрату, либо он пережил предательство, либо у него какой-то переломный момент был. Человек раскрыл свой потенциал, он справился с этим и стал сильнее. Это тоже переломный момент смерти в жизни человека. И в этот момент тоже очень тонкая грань в сознании человека. Это уже, если у него какие-то психические способности спят, они могут активироваться. Но это больше в таком пассивном состоянии, что вы это все контролируете активно, осознанно использовать это, конечно, у двух процентов людей максимум на земле. Но в пассивном больше, может быть, процентов 10 есть таких людей. Но они это воспринимают на уровне снов. Они видят сны, скидывают это на фантазию, не разбираются, какого рода энергетика, откуда это приходит, не видят перехода, не чувствуют плотность, не понимают, где они, где там, откуда что пришло. То есть для этого нужно понимать себя, чтобы разбираться во всем этом. Продолжение следует...